Магнитогорске состоялся третий тур командного чемпионата Федерации настольного тенниса России Высшая Лига Д среди мужчин. В специализированном комплексе «Металлург Магнитогорск» встретились 9 команд. Город Металлургов становится местом проведения престижных соревнований среди теннисистов с завидным постоянством. Подробности у Дины Столяровой. Город Металлург Магнитогорск Но эту замену нельзя произвести спонтанно, как в футболе, допустим, в любую секунду по желанию тренера. Об этом нужно заявить заранее, за матч, за встречу до замены, что будет замена и подать письмо на видео эту замену. Спортсмены играют до 11 очков. Если необходимо пятая решающая партия, она играется до 7 очков. В Магнитогорск на соревновании представляли теннисисты спортивного клуба «Металлург Магнитогорск» и клуба настольного тенниса «Металлург Олимпия». Команда попала в эту лигу впервые. Выиграла в прошлом году ниже стоящую лигу и перешла в эту. В этой лиге пока идет серединка. Из 18 команд команда занимает 9 лист. Уникальность турнира в том, что в нем могут принимать участие и мастера спорта, и совсем юные теннисисты с первым юношеским разрядом. Представитель команды из Пенза Александр Фролов ранее играл в теннис 7 лет. Потом у спортсмена был 17-летний перерыв. 6 месяцев назад он вернулся в игру. В этом мой прелесть этого спорта, что и маленькие дети, и средних лет люди, и взрослые могут соревноваться. Один из немногих видов спорта. Психологически тяжело с детьми играть, потому что когда ребенок с тобой играет, он ничего не теряет. Он выиграет, он герой. А если ты проиграешь, то тяжело психологически. То есть настраиваться тяжело, но нужно брать себя в руки, играть. Ничего такого там нет. Александр Арестов – теннисист с 26-летним стажем. В клубном чемпионате России начал выступать с 2006 года за уфимскую команду «Связист». Она добилась определенных успехов. В этот раз в качестве опытного наставника Александр начал путь с новой командой. Есть также Илья. Он как раз находится на пике своей карьеры. То есть, в принципе, локомотивом можно его назвать. И третий парень – Эдгар. Он молодой, перспективный. То есть для него эти соревнования носят наиболее полезный характер. Здесь формируется у него психика, закалка. Далее теннисистов ждет заключительный четвертый тур, после которого будут определены победители и призеры группы. Дина Столярова, Георгий Бадаев, телекомпания «ТВН».